Часто тоже не было. По 14-16 часов в сутки от станка не отходили. И строжайшая дисциплина, да и основ денег-то не было лишних, чтобы тратить на воду. В результате потребления алкоголя упало примерно, по мнению спецов, 5-6 раз. Отрезвели в годы войны. Но наступили снова нежные дни, стали восстанавливать всю промышленность и заодно вернули в дельную воду, что они тоже стали восстанавливать. И уже к 52-му году снова вышли на показания робот-букликера. В 52-м году. Имеется сравнительный материал с другими странами на 50-й год. Так вот, оказывается, что в 50-м году один советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше, чем один англичанец в 3 раза, меньше, чем один американец в 7 раз и меньше, чем один француз в 10 раз. Вот вам сказки и мифы современных пьяниц, что якобы русские всегда пили больше всех, что пьянство это национальная черта нашего человека. Даже создаются специальные клеветнические антирусские фильмы, которые доказывают вам, молодым, что пьянство это национальная особенность русского человека. Вот какие антирусские клеветнические фильмы за последние годы вы видели? Можете назвать эти? Совершенно верно. Особенности национальной обмоты не может быть, да? Особенности национальной рыбалки. Все там весело, все бочками-бедрами пьют. И все хорошо кончается. Пьянство это национальная черта русского человека. Когда посмотришь на этот график, где же эта национальная черта? Одна из самых трезвых стран Европы. Здесь в 50-е годы мы палкой голись, мы были чуть ли там на 50-60-х местах в мире. Откуда же взялось современное пьянство, которое мы сейчас повсеместно вокруг себя наблюдаем? Сдвиги начались в конце 50-х годов. По плану, по плану, стали планировать, государство стало планировать все больше пьяных денег в бюджете. Под этот пьяный бюджет строятся все новые, новые, привные, винные, водочные заводы. И по плану, производство алкогольной продукции стало быстро нарастать. В результате, к 65-му году было уже около 5 литров. Из малопьющих стран мы вышли опять в какие? В среднепьющие. Затем эта эстафета продолжена. И, по мнению экспертов, к 80-му году достигло показателя 11 литров. Любуйтесь. Вот как мы пили, как выпьем. Посмотрите, поскопили, не заметили высокий уровень и далеко зашкалили за 8, куда переходить нельзя, куда очень опасно переходить. Не рекомендует Всемирная Организация Правоохранения. 11 литров спирта. Чтобы перевести на более понятные для вас единицы измерения, давайте пересчитаем это на бутылки водки. Если пересчитать 11 литров, то получается 55 бутылок водки на каждого советского человека, включая младенцев. На всех. Да? Но младенцы-то еще, слава Богу, не пьют. Давайте перечислим на семью. Папа, мама, двое детей. Четыре человека. Сколько на семью приходилось бутылок водки? Правильно. 220 бутылок водки за семью. И я вас смею верить, что на компрессы, примочки, втирание и кондитерские цели из этой водки уходила очень незначительная часть. Очень незначительная. В основном шло, так сказать, по прямому назначению. Какой вывод мы должны сделать, глядя на этот страшный график? Первый вывод. Наши российские пьянки не тысячу лет, не пятьсот и даже не сто. Наши российские пьянки где-то тридцать-сорок лет. Ты почитайся. У русских уже вымело бы уже с земли давно этот алкоголь. Мы начали как-то триста лет назад. Сейчас мы просто еще не успели выметь. Недавно началось. Тридцать-сорок лет назад. Но умирание-то уже во всем идет. Точно в этой же последовательности, за этой же кривой последуют другие показатели. Какие? Пьяная преступность, пьяная смешность, пьяная заболеваемость, количество алкоголиков. Все эти показатели полетели точно в такой же последовательности вверх. А второй вывод, который мы должны сделать. Кто это сделал? Это что, стихийно произошло? А как? Как это произошло? Планово? По плану? В погоне за пьяным ввел бюджет. Чем оправдывало государство вот свою вот такую алкогольную политику? Ну, конечно, пьянцы это плохо, преступность пьяная тоже плохо. Но есть же и плюс у такой политики, нам вот нас уверяют. Доходит бюджет за то, какой большой. Копейки стоят буквально эти самые бутылки. А продается это за рубли, когда она стоила 3 рубля 65 копеек, 62 копейки. А производство-то стоило буквально 15-20 копеек. Раньше все от пионера до пенсионера твердо были уверены, продавать водку государству выгодно. Пополняется бюджет. Давайте проверим. В начале 80-х годов сумма денег получаемых по алкогольной стеке дохода алкоголя достигла 56 миллиардов рублей прибыли за год. Много это или мало? Поясню. Это треть всей зарплаты всей страны за год. Каждый третий рубль советский человек отдавал за алкоголь. Огромная сумма. Но оказывается, экономисты на этот же год подсчитали другую сумму. Потери казны, бюджета под последствия пьянства. И насчитали вот такую сумму. 140-150 миллиардов рублей приехали. Так что же получается, выгодно продавать водку? 56 миллиардов получило государство и 150 потерял. Интересно. И получается торговля. Все равно, что как вы в один карман рубль прибыли кладете, а из другого вашего кармана автоматически 3 вылетаете. Много можно наторговать такой торговли. Получается, единственное оправдание государства, почему оно это делает, это единственное оправдание не соответствует действительности. То есть это официальная цифра, примерно в 3 раза больше. А некоторые экономисты подсчитали, что это очень заниженная цифра. Не в 3, а в 6 раз больше оказывается убытки. Мы посмотрели в других странах, в частности за эти же годы в Соединенных Штатах. Там оказалось в 8 раз, американцы насчитали, что у них в 8 раз убытки превышают доходы. Из чего складываются доходы, понятно. А из чего складываются эти убытки? А это снижение производительности труда, особенно по понедельникам и после праздников. Обдохнули, называется, пришли на работу со свежими силами. Какой там неделю всегда после праздника приходили, какая там производительность. Это содержание в тюрьмах людей, попавших туда по пьянке. Про таких говорят трезвых, но он никогда туда не попал. Это лечение алкоголиков, содержание наркологической службы. Это пьяные пожары, случившиеся по пьянке. Пьяный с папиросой незагашенный заснул, начался пожар. Это содержание детей, сирот, отнятых у родителей алкоголиков, которые стал воспитывать, содержать государство. Это миллионы человек от дней прогулов по пьянке. Это пьяный травматизм. Это пьяная заболеваемость, когда люди раньше пенсии вынуждены уйти с работы по состоянию здоровья, чтобы проделить свое здоровье. Когда все эти показатели подсчитали, как минимум в три раза оказались убытки больше. А если более серьезные подсчеты, еще больше цифры называют. Поэтому мы можем сформулировать закон с абриологией. Продажа алкоголя невыгодна государственной казне. Невыгодно. Убытки всегда больше, чем доходы. Вот вы сейчас этот закон знаете. А некоторые наши руководители, к сожалению, не знают. И видят в этих водочках, пивных, винных заводах способ пополнения местных и государственных бюджетов. Но они не виноваты. В отличие от вас, они не проходили в гососамбреологию. Что же дала вот эта прямая? По некоторым показателям посмотрим. Количество алкоголиков. Давайте возьмем. Давайте возьмем. В 60-м году на учете у наркологов состояло полмиллиона алкоголиков. Огромная цифра. 500 тысяч. А сюда прибавьте их несчастных жен, несчастных детей. Все это окружение. Это трагедия. В 80-м году стало 5,5 миллионов. Если кто-то из вас сидел в математике, то во сколько раз больше стало алкоголиков? Правильно, в 11 раз. Во столько же примерно, во сколько государство запланировало, больше продать алкоголи. Как получается, кто планировал эти алкоголи? Как видите, какой уникальный метод есть. Для измельчанных детей. Если кто-то измельчанных, тоя-то просто saying, а вот туда же. Если кто-то измельчанных детей. То есть что я уникальный метод имеет значение, чтобы ускоролить с ним. И вот это, мы охранены, не подпопопопопопопоем.